всем привет сегодня 3 декабря 2021 года это мой блог который так и называется мой 2021 год и мое путешествие по казахстану продолжается ночью мы вечером вернее мы выехали из алматы в сторону нур-султана астаны бывший она теперь называется нур-султан и вот утро степи проезжаем казахский красота всем привет угадайте я где где-где в караганде мы были всего минут 10-15 как раз утром там делали остановку и вот наконец время три часа дня мы приехали в алматы теперь этот город называется нур-султан идет разгрузка там он игроки дети оказывается с нами тоже ехали в каком-то одном из вагонов и погода здесь конечно уже сильно холоднее но где-то в минус 7 посмотрим что будет сегодня у нас вроде свободный день и я с дочкой сергея владимир шкатенко ангелиной решили прогуляться по городу вот как раз ангелина ходит вот у него в костюме звезда чё-то как я говорю все эвакуация проходит дорога и железнодорожного вокзала легла в отель хилтон их несколько восстания и я из окна снимал самые яркие достопримечательности которые мы только проезжали не про каждый из них я могу вам что-то интересное рассказать но по крайней мере показать передать свои ощущения впечатления то что было видно из окна это я могу наснимал довольно много интересных красивых кадров чтобы хоть как-то передать атмосферу города астана который теперь называется нур-султан давайте посмотрим какой это красивый город арка в честь кого-то так поставлю когда попадаешь в другую страну в другой город всегда интересно даже смотреть на простые магазины как люди живут какой их быт окружает вот это местный экспо центр выставочный вот этот шар очень красивая мечеть в лучах начинающегося заката и вот мы приезжаем в отель мы приехали в отель хилтон тут очень красиво скоро буду снимать номер показывать ну что я готов провести вам экскурсию по моему номеру отеля хилтон давайте посмотрим что здесь сам только что зашел покажу сейчас шкафчик халат у меня есть фитнес сказали даже с саунами все включено сейф чемоданчик ух ты душевой драм всякие ништячки я их дочке забираю всегда она любит эти баночки собирать и вот такой номер и вот такой номер красота ух ты приковка вот это сказали экспо видимо строится или построился уже выставочный центр меня вызвали на арену на репетицию и я решил сначала хоть немножечко покушать заказал себе пиццу с чашечкой американо и вот сижу наслаждаюсь закатом сейчас поеду на репетицию борис арена я приехал наконец на репетицию хоть узнаю что там будет потому что все говорят что будет что-то важное но никто не говорит что конкретно вот приехал на репетицию надеюсь что не сильно здесь залипну и успею погулять по городу сегодня как и планировал с алиной она мне хотела экскурсию устроить трибуны а теперь друзья разрешите перейти к спортивной части нашего фестиваля слово главному судье соревнований до миру тимарханову ну что я бегу с репетиции я на самом деле когда сюда ехал даже толком не знал что я буду делать чем я должен помочь казахскому спорту оказалось что я в дуэте с девушкой которая будет вести на казахском языке я на русском проводим торжественную церемонию посвященную 40-летию победы в историческом матче на чемпионате ссср и 30-летие темы еще независимости казахстана поэтому вот такое мероприятие и теперь мы хоть прочитали сценарий я хоть понял приблизительно что завтра меня ждет хотя чувствую импровизации будет много я вернулся в отель вот прилетели олимпийские чемпионы сзади меня раз евгений шаронов вот идет евгений гришин и мы в отеле хилтон но сейчас нас повезут куда-то на ужин и и уже будем строить планы на завтра увидел ваши ваши лица воспоминания сразу пошли у вас на каждом углу стояли шашлычницы 15 копеек потом когда мы на меделу были они уже 25 ребят это история она не забывается здесь мне приятно здесь два ваших великих тренера из истории которые воспитали олимпийского чемпиона я о чем говорю в каждой команде и в те годы появлялись личности и вашей команды очень много личности спасибо вам всем здесь вот за за это гостеприимство так же осталось и то что сейчас происходит мне ну я ставлю понятие человека это все неправильно не будет истории ничего не будет мы эту историю создаем мы ее будем держать жалко что молодежь уже переработанные мозгами уже не выживает то что мы можем мы сохраняем вы это сохраняйте спасибо вам огромное за это и спасибо конечно не поздравим вашего капитана и нашего друга культура 1 большое спасибо за приглашение очень приятно и я не мог пропустить такое мероприятие встречу друзей с казахстаном связаны большие воспоминания теплые очень мы вспоминаем перед олимпийские сборы здесь и медео и поездки на или 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 до на турбазу сам база динамо восемьдесят первый восемьдесят второй год до помогли команда динамо алматы стала сильнейшей командой страны я могу для себя приятно и отметить конечно наверное это не все знают но в этот год только злк выбрал алматы единственную игру там где-то ну и сестру бы наверно ворота все таки ясно я могу поэтому я прекрасно помню до сих пор глаза катенко когда он пенальти бил значит роги больше лишнего как там в пустой угол бьют я там это немного руку выставляюсь под воды вот это был такой такой исторический факт но действительно команда динамо алматы на то время стала сильнейшей заслуженной вообще вопросов не было конечно алматинская и казахстанское водное поло это действительно очень очень большая сильная школа и мы все большим уважением относимся вот и я с удовольствием поздравляю вас с этим юбилеем за вас за всех за ваш праздник за юбилей я надеюсь что водное поло в казахстане сохранится и возродится выйдет наверно на те на тот уровень который было сказал все то что сегодня уже здесь говорилось но мы здесь почему вчера был день рождения сергея 65 лет это юбилей очень приятно быть с ним такой день еще раз поздравляем его и завтра опять поздравим да а вторая причина и тоже очень большая уже не говорилось 40-летие выдающиеся победы динамо алмата чемпионате сэр первой победы потому что последующая была в 82 году и вы еще выиграли кубок советского союза это была первая и последняя до не московская команда состоящая из доморощенных игроков выращенных здесь воспитанных здесь вот это была не просто там какая-то случайная победа сегодня мы много говорим о том какое водное поло у нас да как играется ну как сегодня играется приплыл долбанул по воротам в принципе вот много идет разговоров а по крайней мере шло какое тогда было водное поло горит медленная но я считаю что она была медленно она была комбинационная были контратаки поэтому такие игроки вот как розалинов какая бергенов как катенко как истиарка как рисман ерышев можно целую пляжу да жмуцкий мельников я говорю о подвижных нападачах да были были центральные нападающие выдающиеся значит иванов один из них здесь присутствует шемерадзе и многие-многие другие были выдающиеся есть вы защитники сын владимира акимова здесь присутствует можно и долбушину вспомнить много-много других и горшков значит он сегодня упоминали его имя царство но естественно и вратарьи были это не преувеличение а правда нам стесняться нечего лучшие вратарь мира всех времен вот он сидит рядом со мной это не потому что мы с и вы бы не выиграли команда не выиграла какая бы не была бы команда без вратаря это тоже не получается но станислав дмитрий говорит что без игроков нельзя выиграть это правда должны быть действительно талантливые игроки из татурах талантливые крылья можно создать команду которая может выиграть потому что мы все знаем что есть талантливые игроки есть игроки значит с уровнем мастерства высокого но к сожалению очень часто получается что выиграть не могут поэтому талант тренера его способности составить программу подготовки а также руководить непосредственно игрой во время игры значит и замены правильно сделать и сказать нужные слова и подобрать тактику для каждого соперника это все ну что мы с микки маусом и дональдом пошли спать мне осталось спать 5 часов и завтра меня уже в 8 40 утра забирают в этот дворец в эту арену на репетицию еще один будет прогон после чего мы завтра будем все это вести надеюсь что какие-нибудь видосики я получу для своего блога попрошу там знакомых какие-то кусочки записать мне эрдропнуть на iphone я тогда смогу их также помонтировать свой блог завтра будет очень тяжелый день но я надеюсь что как я шучу в таких случаях и не такие мероприятия заваливали спасибо что смотрите мой блог всего вам самого доброго до новых встреч пока пока